доброго здравия снова с вами северная сказка ставьте лайк подписывайтесь на наш канал мы рассказываем много интересного славянских праздниках богах и обычаях есть волшебные места на русском севере о которых много слухов добыличек ходит что в них правда что вымысел так до конца и непонятно сказывает что именно в этих наших краях стародавние времена сотворил бог род человеческий мир здесь и появились люди по этой земле сделали свои первые шаги стало быть и самая древняя магия появилась тут родные боги научили людей управлять стихиями природы слышать видеть мир духов читать и понимать его знаки немало с той поры утекло воды все переменилось но кое-что осталось и не только в старых легендах преданиях в архангельской области много мистических мест оказавшись которых люди ощущают как стираются границы яви сегодня мы отправимся в путешествие по этим местам полным тайн и загадок наше путешествие начинается в небольшом городке няндама архангельской области известным своей легендарной горой карасова гора карасова окруженная густыми лесами возвышается муравочным массивом над прекрасным голубым озером но несмотря на красоту этой горы она полна опасностей и тайн странная история рассказывает об этом месте наполнена но неведомой опасностью и присутствием чего-то такого что глаза простого человека не видно гора живет своей жизнью и не ждет гостей кругом растут густые леса но на горе деревья не приживаются и возвышается она таким мрачным массивом а у подножия прекрасное голубое озеро воды этого озера коварны и тем кто хочет в них искупаться суждена незавидная участь двойное дно но озера готово принять смельчаков решившихся довериться красоте здешних вод говорят мрачная история горы карасова началась в стародавние времена скиперзмей разорял земли славянские и очень страдали люди от его бесчинства и решили боги помочь людям остановить зло и бог пиррун победитель защитник яви победил скиперзмея и пронзил его своим мечом а братья сварожичи закопали его в заговоренное железо чтобы лишить колдовской силы скипера как зло невозможно убить совсем потому выбрали боги место и вырыли там яму 90 саженей в глубину 30 в ширину так и появилась гора темница злого змея засыпали сверху гору с тех пор она напоминает людям что однажды спасли боги от страшных бед но теперь нужно вести жизнь правильную и не позволять злу поселяться в сердцах в головах иначе выберется скиперзмей наружу и случится уже непоправимое далее наш путь лежит космодрома плесецк где местные жители рассказывают об удивительных странниках выходящих прямо из воздуха кто-то считает что появляются загадочные гости из-за работы космодрома но кто знает что было там раньше кого потревожили люди своим шумом техникой из-за чего границы яви стали тоньше чем обычно а нам остается признать только одну в тех волшебных местах открываются двери для гостей из иных миров следующим пунктом нашего путешествия станут северные лабиринты загадочные сооружения полностью выкрывающие заяцкий и силовецкий остров нам неведомо для чего построили северные лабиринты скорее всего с их помощью наши предки ходили в особое состояние для изменения познания мира кудесы проводили обряды посвящения волхвах а может быть и могли прибираться в иные миры чтобы встретиться как наиву с богами и предками сейчас эти знания сокрыты от нас лабиринты остались памяти прошлого но многие люди приезжая в северные лабиринты чувствуют неведомую силу и говорят что после им начинает являться будущее возможно пройдет немного времени и лабиринты начнут открывать нам свои тайны но пока они хранят суровое молчание и ждут тех кто сможет понять для чего же их построили и куда они ведут рядом с северодвинском находится урочище куртяева где берут начало 80 источников целебных вод стоит это но на потухшем вулкане что редкость в наших краях есть там загадочный ручей под названием толец даже в самую холодную погоду он не замерзает но главным из чудес ручья стало то что летом в нем вода холодная а зимой теплая наши предки издавна связывали эти источники куртяевские с богиней макош даже называли их пятницкими или пятницами двенадцать пятниц в году и эти дни были традиционно посвящены у славян богини судьбы так же как и любая пятница впрочем но к этим источникам идут за исцелением болезней берут воду для себя своих близких молят о лучшей доле даже в те времена когда вера в родных богов была под запретом люди продолжали просить макоша чудесах исполнения правда называли ее именем русские пятницы близи от поселка еминск находится святое озеро славное исцелениями от всяческих недугов там происходят настоящие чудеса говорят что вода из этого волшебного озера обладает целительными свойствами и может вылечить болезни перед которыми врачи признают свое бессилие многие приходят к озеру чтобы выпить воды и тем распрощаться с хворями рассказывают что раньше рядом со святым озером было капище где поклонялись родным богам видно сила этого места сохранилась и до наших дней одной из главных загадок русского севера считаются острова новой земли край холода и льда связаны с множеством преданий зимой температура тут опускается до минус 46 а летом не превышает 16 градусов и хотя острова новой земли не хвастаются буйством зелени холодная красота этих прекрасных мест поражает своей первозданной чистотой и завораживающей силой позволяющей ей выжить в этих суровых условиях архипелаг новой земли омывается с запада баринцевым морем с востока карским в карское море несут свои воды крупнейшие северные реки опь енисей ясенка и кара и самым таинственным из островов называют остров вайгач там до сих пор сохранились следы храмов и капищ некогда рассказывают так старожилы рассказывают что именно там на этом острове находилась древняя обитель богов а значит именно там началась история создания этого мира на севере существует довольно большая территория известная странными необъяснимыми путешествиями ее называют северодвинским или адским треугольником это мистическое место архангельской области известно своими загадочными явлениями кажется что границы яви тут тоньше чем обычно и это состояние продолжается всегда встречаются людям тут невероятные существа те которые не встретишь ни в каких других местах вероятно те кто обитает в иных мирах иначе никак не объяснить их облик и чудесные невероятные появления северный край изначально был очень сильным местом где когда-то родные боги ходили среди людей теперь знания наших предков во многом забыты а старинные дороги на которых люди, духи, боги встречались в тех краях заброшены но все же сохранились и по сей день, друзья, тут легко можно встретить неведомое разбуженное по неосторожности много загадок оставили нам наши предки не все на них легко можно найти ответ сейчас настало время возрождения старых традиций магии севера родных богов и мы верим найдутся те, кому будет под силу ответить на эти вопросы воссоздать то, что было потеряно и забыто и возможно именно им помогут волшебные места русского севера где когда-то сошлись пути богов и людей ведь все движется по кругу и если встреча произошла однажды то она так или иначе рано или поздно обязательно повторится вновь не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал на благо университет Субтитры создавал DimaTorzok